Автобиография 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 Парижскую консерваторию изучать актерское мастерство, где эту дисциплину преподавала актера из комедии «Францесс» по имени Моис де Ферро. Хотя студентам консерватории технически не разрешалось выступать в театрах до окончания учебы, Плантельм продолжала выступать на парижских сценах в период учебы под именем Тельми. Плантельм завершила курс обучения, не получив никаких призов или отличий, поскольку ее комедийный талант не был оценен ни школой, ни учителями, и возобновила выступление на сцене под именем Плантельм. 1 апреля 1905 года состоялась премьера спектакля под названием «Ардж де Аймер», главную роль в котором сыграла легендарная актриса Рижан. Услышав, что ее друг Альфред Эдвардс, медиамагнат и драматург-любитель, написал пьесу под названием «Пара-рикошет» и ищет актрису, Рижан познакомил его с Плантельм, которая вскоре стала его любовницей. В сентябре 1906 года Плантельм подписала контракт с театром Рижан, но разорвала его в январе 1908 года, потому что была разочарована тем, что Рижан получила все ведущие роли. Рижан подала в суд на Лантельм за нарушение контракта и выиграла. Молодой актрисе пришлось выплатить 20 тысяч франков в качестве компенсации ущерба, огромную сумму по тем временам. На свою короткую карьеру в центре внимания Лантельм часто фотографировалась и фигурировала в газетах и журналах как в Европе, так и в Соединенных Штатах. Известная своим чувством стиля, а также красотой, она часто сотрудничала с Мадлен Вианне и Жанной Пакен, двумя выдающимися французскими модельерами своего времени, создавая свои запоминающиеся ансамбли одежды. Лантельм также была известна своими объемными шляпами, что видно на открытых и других ее изображениях, которые собраны по сей день. В начале июля 1911 года Лантельм и ее муж Эдвардс и несколько их друзей поднялись на борт яхты Эдвардс. В ночь с 24 на 25 июля Лантельм исчезла, а несколько дней спустя ее тело было обнаружено в водах реки Рейн. Официальный вердикт гласил, что актриса утонула в результате трагического несчастного случая. Лантельм, скорее всего, находилась под воздействием кокаина в момент своей смерти. Однако многие люди предполагали, что Эдвардс убил свою жену. Осенью 1911 года две французские газеты опубликовали обвинение в том, что Эдвардс убил Лантельм. Эдвардс подал в суд на публикацию за клевету и выиграл, хотя обе газеты избежали сурового наказания. Вот так написано в Википедии о французской актрисе, светской львице, иконе, боте и куртизанке Женевьева Лантельм. Пока-пока, до свидания, смотрим Таграти. Субтитры создавал DimaTorzok